Гела Кардава может возглавить воровское движение. Известный вор в законе Гела Кардава, Гела Гальский, являющийся одним из лидеров воровского мира, вышел 26 сентября 2019 года из колонии Белоруссии по амнистии. Это первый случай, когда авторитет такого ранга попал под амнистию, да еще и в такой стране как Белоруссия, где силовики жестко относятся к законникам. После освобождения следы Гела Гальского затерялись, но по словам источника, путь его лежал в Турцию, так полюбившийся ворам в законе. Именно здесь сейчас проживают многие криминальные авторитеты, являющиеся персонами нон-грата на территории стран бывшего СССР. Присутствие Гела на территории Турции может внести серьезные коррективы в расстановку сил в воровских рядах, которые и так трясет в последние месяцы из-за конфликта Лоту Гули и Бадры Кутаиского. Из тюрьмы Белоруссии в Турцию Гела Кордава попал под амнистию, устроенной властями в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. То, что в списке на освобождение попал глава мингрельского воровского клана Гела Гальский, не смутило правоохранительные органы. Кордаве, попавшему в заключение 24 мая 2018 года, предстояло отбывать свой трехлетний срок до 18 января 2021 года. Напомним, что вор в законе попал в руки силовиков в январе 2018 года за то, что пытался вылететь из Минска в Турцию по чужим документам. Сразу по прибытию в Сизо Минска, местные смотрящие получили от вора Александра Кушнерова, Саши Кушнер, Маляву, воровская записка, что к ним заехал в вор в законе Гела, и его необходимо принять согласно его статусу. Поэтому прием был организован по лучшим воровским традициям, и пока Кордава находился в изоляторе, принял функции смотрящего за Сизо, вплоть до своего осуждения через пять месяцев, и отбытие в колонию города Могилева. Все это происходило несмотря на то, что еще в 2015 году Захарий Калашов, Шакра молодой, поставил воровской статус Гелы под вопрос. Однако, по сведениям источника mzk1.ru, лишение Кордавы титула с сомнением восприняли его сподвижники, так как Шакра объявил об этом с согласия своих людей, и никто со стороны не высказался в отношении данного решения. Как бы то ни было, но уже через 20 месяцев с момента задержания и заключения, Гела Гальский вышел на свободу, хотя ему оставалось пробыть в заключении еще 16 месяцев. Большие перемены по словам источника, преждевременное появление Гела Гальского в Турции, может спровоцировать без того назревающий конфликт в воровском мире, который возможно выльется в очередную войну кланов. Хотя источник, знакомый с ситуацией говорит, что возможен и обратный исход событий. Дело в том, что Кордава пользуется большим уважением в криминальном мире, даже несмотря на его нерешенный вопрос с воровским именем. Именно он может стать тем человеком, который примирит конфликтующие стороны, хотя здесь имеются большие сомнения. Дело в том, что у самого Гела давняя вражда с Бадрика Гуашвили, которого он дважды лишал воровского титула. Первый раз это произошло еще в 2002 году, когда Гел объявил Бадри не вором за то, что тот использовал деньги из общука на похороны своего друга, раскоронованного вором Мираба Синакского, Баркала, что противоречило воровским понятием. Через год Гуашвили сумел вернуть свои воровские полномочия. Второй раз Кордава вместе с другими законниками лишил Бадри имени уже в 2011 году, когда тот находился в Сизо-Бутырка, заслав по камерам Маляву, чтобы Адрику таисского вором не считать. Причину раскоронации отправителей этого послания они удосужились объяснить. Впрочем, являясь одним из лидеров в клане Аслана Усаяна, дед Хасан, у которого была неприязнь к Гуашвили, набирающего большой авторитет, Кордава явно продвигал интересы дедушки. В этот раз Бадри Кутаиски смог решить вопрос со своим воровским титулом только в 2015 году, когда из испанской тюрьмы в Россию пожаловал Шакра молодой, его хороший друг. После этого у самого Кордавы возникли проблемы, так как Шакра поставил под конфликт уже его воровской статус. Видимо, Гела так и не смог объяснить Калашеву, заменившего на посту убитого Усаяна, по какой причине объявил Бадри не вором. После этого некоторые из сторонников Гелы перешли в клан Надира Салифова, Лоту Гуля, который также не одобрял поведение Кордавы. Но сейчас в условиях ожесточенного конфликта с Бадри, Салифову может как раз быть на руку освобождение Гелы. Не имея никаких личных обид друг на друга, они могут объединиться, создав самый мощный и влиятельный союз в криминальном мире современности. И тогда уже никто не сможет противостоять этому альянсу. Однако, как отмечает источник, у Кордавы имеются и враги намного влиятельнее Бадри, лидеры Сухумского воровского клана Мираб Джан Гвиладзе, Мираб Сухумский, и Тария Ланяна, Таро. В свое время они вели войну против Деда Хасана, которого на тот момент как раз активно поддерживал Гелы Гальский. Но в то же время Салифов в хороших отношениях с Мирабом Сухумским, и при большом желании мог бы договориться о том, чтобы Гелы не воспринимался ими как враг. Таким образом, в ближайшее время может произойти новый виток развития в воровском мире, который повлечет за собой большие перемены. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok